Володя Иванович, Володя Иванович. Володя Иванович, Володя Иванович, Володя Иванович. 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 техник в Россию, СНГ. Садомазотерапия – это моя любимая игрушка, и я тоже считаю, что это очень большое было научное и практическое достижение. До сих пор практикую и лично, и общественно. Еще один плюс в карму – это випассана, которую я привез в Россию в 93-м году. Даже любопытно, кто из вас сидел в 10-дневной курсе випассаны? Ну, не так много, но хорошо. И одно из моих тоже любимых достижений – это выписывание формулы любви. В те годы мы поступали так, что каждый раз, когда нас что-то начинало раздражать и бесить, мы делали на эту тему тренинг. И естественно, что наиболее раздражающее слово – это слово «любовь». Входят в подсчетные топ-5 раздражающих слов и памяти. По каким двум параметрам я заношу слова в этот черный список? Первый параметр – что все люди дают разное определение тому или иному слову. И второй параметр – это подвешенность манипуляции какому-то подковерному воздействию на другого человека. По этим двум параметрам слово «любовь» вообще не имеет никаких почти конкурентов. С одной стороны, все дают разное определение, а с другой стороны, под лозунгом «любви к другому человеку», «любви к родине», творится огромное количество неприятных, скверных, разрушительных и других вещей. Ну и по золотому принципу тренингов, мне важно создать у вас сейчас и «but hurt», то есть боль в заднице. Создание простым вопросом, кто может быстро, желательно в одном предложении определить, что такое «любовь». Сходу не задумывались. Это переживание, в первую очередь. Какое? Страх тоже переживать. Отличный от страха. Существует много ярких эмоциональных переживаний, крови, переживания и любви. Третья попытка. Кайф. Типа в сексе нет кайфа, да? Только в любви. Потребность человека. Потребность. У всех ли она есть? Есть ли еще другие потребности, кроме любви? Принятие. Ну вот, с шестой попытки мы начали подступаться к тому, что можно… Любовь как принятие. Еще? Отдавание. Отдавание. Состояние. Ну, все есть состояние. Есть куча измененных состояний сознания, которые не называются словом «любовь». Соединение. Соединение. То есть любое соединение можно назвать любовь. Не любое. Какое конкретно соединение? Единство. Единство. Повышение значимости. Уважение не канает повышению значимости. Мучительное переживание. Всегда и мучительно. Достаточно боли в заднице, либо поднять. Ну вот, те беспомощные попытки определить слово «любовь», которые бы сейчас были свидетелями, как раз говорят о том, что тогда, в далеком 95-м году, когда мы сделали первый «Танец любви», мы поступили правильно. Но результаты этого тренинга не вошли не только в широкие народные массы, но даже в профессиональный круг. Я буду сейчас исправлять эту ошибку. Моя задача – сжать пятидневный тренинг в один час, и я думаю, что у меня получится. Итак, как мы поступили тогда? По первому образованию я математик, я тоже заканчивал систему, как и Володя, поэтому я хорошо знаю такой принцип, что если сталкиваешься с каким-то явлением, которое не можешь описать обычными средствами, а мы с вами не смогли его описать обычными средствами, там слово «состояние», «принятие», «повышение значимости», оно как мы не описывали, то нужно создавать некую модель и некий язык. Вот мы сейчас вместе создадим некий язык, состоящий из четырех фраз, и на этом языке формула любви выпишется очень легко. То есть вместо того, чтобы пытаться с существующим языком описать любовь, мы сделаем некий небольшой новый язык, в котором, как я сказал, четыре фразы. Первая фраза – это состояние «я-я». Значит, что это за значок? Это когда мы воспринимаем другого человека через призму самого себя. То есть нравится, не нравится, подходит, не подходит, его действия удовлетворяют нашим ожиданиям, не удовлетворяют нашим ожиданиям. То есть когда мы в центре, а все другие люди к этому центру как-то подтягиваются, или, соответственно, не подтягиваются. Есть такой способ восприятия человека другого? А для кого он естественен? Есть ли в нашей жизни такое время или такое место, когда вот этот способ является естественным? Для детей. Для детей, да. То есть ребенок, что пуп земли, да? Он все воспринимает как бы через себя, через свои нужды, и действительно семья вокруг ребенка танцует польку-бабочку и создает ему ощущение центра вселенной. Если она создает ему ощущение центра вселенной слишком мало, что происходит? Быстро выпинывает ребенка во взрослое состояние, слишком рано. Каковы последствия? Кому из вас пришлось рано стать взрослым? Потом начинает искать, кто бы его усыновил у дочери, да? А если семья, это состояние длит слишком долго, до 20, 30, 40, 50, каковы последствия? Зависимость. Инфантильность. Да, мамин, сынок, инфантильность. То есть существует строго определенный... И, кстати, в старину это было очень четко алгоритмизировано. То есть и сейчас во многих странах, и востоке в частности... Кстати, к предыдущему оратору я задумался. 15 лет я улетаю в теплые края. Вот сейчас меня греет билет в театре на 2 ноября, в Коулумпор, Бали, Маврикий, Таиланд и до апреля. Вот, может быть, я как-то цикл неправильно выстраиваю. Почему? Итак, в старину, и это видно в Азии, там, в Юго-Восточной Азии, в мусульманских странах. Вот этот алгоритм был очень четкий. До какого-то момента ребенок центр земли, потом он начинает входить в подростка, и раз, он уже не центр земли. И не сильно бунтует на эту тему. Ну, еще, чтобы там завершить, кто может сходу сказать отличие эгоизма от эгоцентризма? Вот это эгоизм или эгоцентризм? На себя, на правом. Это эгоцентризм. Чтобы не путать. То есть, очень смешное отличие, что эгоцентризм – это человек считает, что он в центре, а эгоизм – это человек, который все время борется за свои права. Всюду, всюду видит свои права. Это не одно и то же. Абсолютно не одно и то же. Если человек борется за свои интересы, но при этом не считает себя центром земли – это достаточно безобидно. Если человек считает себя центром земли, но не обязательно борется за свои интересы – это тоже безобидно. А вот если человек эгоцентрист и эгоист одновременно, вот это туши свет, потому что все, что происходит, имеет отношение к его интересам. Он борется за все. Но это эгоцентрит. Второй способ отношения к другому человеку. Он описывается значком «я-оно». Это имеет прямое отношение к танатосу смерти, к танатосу творения. Когда мы воспринимаем другого человека не как продолжение себя, а воспринимаем его как некое пространство, некий набор качеств, но не как личность. Не как личность. Самый простой пример – это отношение старших мужчин к юным женщинам. Когда в состоянии влюбленности ты туда ныряешь, плывешь, паришь, тонешь, потом она открывает рот, и ты просишь ее… Смех старших мужчин раздался. То есть ты паришь в ее пространстве трансперсональных архетипических качеств, но ее личность только мешает тебе парить в этом пространстве. Вот это «я-оно». В обратном женском варианте – это все вариации каменной стены, твердого плеча. То есть когда в отношении другому человеку выбираешь не его личную структуру, личность как таковую, а выбираешь некое одно качество, а остальное вроде бы как тебе не нужно и даже иногда мешает. Сюда попадает все версии влюбленности, страсти, и основным маркером состояния «я-одно» является потеря границ, исчезновение границ. Все вот эти «утонуть», «раствориться», «прилепиться», «вляпаться» – вот это «в я-оно». Дальше хочу обратить ваше внимание, что в современной культуре большая часть описаний любви на самом деле подпадает под «я-оно». Потому что все, что поется там в попсе, рассказывается по телевизору, это все связано с потерей границ, да? И прилипятся двое друг к другу, и будут двое одноплоти. То есть безграничность, как «я-оно». Понятно, узнаваем, я буду быстро прокручивать, если где-то не успеваете, восстанавливайте, поднимайте руку. Вот, то есть это связывается с состоянием любви, но на самом деле любовью не является, а является всеми вариациями влюбленности, страсти, зависимости, привязанности, но никак не любви. Дальше. Третий вариант. «Я-эту». Когда ты относишься к другому человеку не как к продолжению себя, не как к пространству, а как к функции, полезной для тебя. То есть сюда попадают всякие версии манипуляции, использования там и так далее. У меня много лет была хорошая знакомая, и она была лучшим партнером по шоппингу, который был в моей жизни. Я для нее, кстати, тоже. И вот это немножко не попадает в «я-это», потому что мы начали обмениваться нашими функциями. А когда ты чем-то обмениваешься, то «я-это» переходит в «я-ты». Сейчас поговорим. Но когда у вас другой человек, там, жилетка для жалоб, там, Чип и Дейл спешит на помощь, да? То есть вспомните, есть ли у вас люди в жизни, которые выполняют для вас строго определенную функцию, одну или полторы. Бывает такое? Если вы относитесь к человеку как к некой функции, это «я-это». Ну и, наконец, четвертый вариант – «я-ты». Когда ты воспринимаешь другого человека как личность, признаешь его право на отдельное существование, относишься к этому, там, допустим, с уважением, даже если это не всегда приятно. Ну и самый главный маркер этого состояния – это наличие границ. Кстати, легче всего узнать свое отношение к другому человеку в неких пограничных состояниях. Вот маленький пример. Несколько лет назад в Минске я проводил тренинг, приехал раньше, и организатор устроил там небольшую встречу с трансперсональным активом. И мы в каком-то чайном клубе, там все хорошо, там пять человек. Вдруг прибегает девочка, садится рядом со мной и создает облако «я-оно». И я, естественно, в этом облаке начинаю парить, танцевать, там и так далее. То есть она, ну чисто физически, от нее ощущалась волна тепла, там благости, в глазах можно было утонуть, в щебете ее можно было раствориться. Ну, то есть она меня утянула в «я-оно», а я не дурак поплавать в «я-оно», как вы, наверное, догадываетесь, арамист, да? Утянула меня в «я-оно» за несколько секунд. Я понимаю, что происходит, ну ладно, поплаваю. Потом она пришла на тренинг на следующее дело, и в какой-то момент вызвалась отчитаться о домашнем задании. И вот она стоит рядом со мной, я вижу, что у нее коленка трясется, и голос сильно напряжен. И вдруг скачком я испытываю к ней уважение. Думаю, о, личность. То есть вот тогда я отследил вот этот момент мгновенного перехода. Даже не то, что перехода, оно не пропало. А ты появилась в тот момент, когда человек оказался на границе привычного, комфортного. То есть сделал шаг за пределы. Легче всего там, если друг оказался друг, а не друг, а не враг, а так, парня в горы, там поймешь, кто такой. То есть поставьте человека на грань. Кстати, женщины очень часто пользуются этим жанром провокаций. Поставить своего мужчину на грань и посмотреть, ты или не ты. Правильно излагаю, девушки? Хорошо. Ну, соответственно. Вот мы сформировали некий язык, и теперь мы можем достаточно легко описать ту самую формулу. Зачем это от четырех квадрантов Филбер отличается? Который тоже апеллирует... Прости, Володь, не знаю, я эмпирик. Хорошо, хорошо, спасибо. Я все на практике. Формула. Ладно, не буду очередных подходов делать, сформулирую прямо сразу. Как из этих четырех высказываний можно слепить формулу любви? Примерно таким образом. Что я-я, естественно, должно быть ну там, сведено к нулю, но в реальности там до минимума меньше пяти процентов. Я-это должно быть сведено до минимума меньше пяти процентов. А дальше очень любопытная штука, что чистое я-но, как мы выяснили, это не любовь. Это влюбленность, страсть, далее по списку. Чистое я-ты, это тоже не любовь. Любовь, это уважение, партнерство. Это то, во что приходят люди после там пяти лет семейной жизни, когда сок куда-то девается, да? Когда уважение остается, а вот этого растворения, парения и прочих признаков я-но, вижу грустное, это самое. Поэтому состояние любви это баланс, я-оно, и я-ты, условно там по сорок пять процентов. Это рациональное описание. На образе это выглядит так. Любовь, как одновременное слияние и соприкосновение. Одновременное слияние и соприкосновение. И отсюда очень любопытная картинка. и не очень хорошая рисунальщик. Но вот это вот сердце. Где-то было очень такое смешное описание, откуда вообще взялся символ сердечка. Наверное, есть какое-то более строгое психологическое исследование, но я видел только сильно такое теневое и пошлое, что типа так выглядит женщина, стоящая на четвереньках при готовности к половому акту. Я оскорбился в лучших светлых чувствах, но какой-то другой версии не слышу. У меня есть другая версия, что на самом деле вот этот символ любви он в себе зашифрованно скрывает то, что я сказал. Что с одной стороны любовь как слияние, а с другой стороны одновременно при этом любовь как соприкосновение. И сейчас я сделаю некую паузу и некий экскурс в более-таки возвышенной материи как раз, что любовь как некая тонкая грань бытия и небытия. Что состояние, которое выводит нас из дуальности, формы и бесформы. И стукнуло меня это тоже в те самые буйные 90-е годы в Париже. Если кто ходил к Эйфелевой башне, напротив нее через реку есть музей и там на лестницах стоят фигуры стилизованные древнегреческие там бык, лошадь и древнегреческие балерьефы. Никто не попадал в это место. Вот запомните, напротив Эйфелевой башни. И вот как-то я стоял, смотрел на этот балерьеф. Он такой красивый. И в какой-то момент я начал чувствовать, что я туда проваливаюсь. Как будто твердая поверхность балерьефа ожила и я потерял контакт вот ту самую границу. И начал внутренне затягиваться внутрь этого балерьефа. И тут у меня сразу многое раскрутилось внутри. 15-16 лет, когда до моего буддистского этапа я проходил христианский этап, мне попало в руки самоздатовские всякие штуки. И в частности статья Павла Флоренского «Православная икона как окно». есть такая ситуация. И меня как математика это возмутило, что ну как это так? Как вещь твердая может быть окном. Вот, тогда с метафизикой я еще не был знаком, и мне это было непонятно. И тут мне стало понятно, что любое доведенное до совершенства произведение искусства, оно выводит нас за пределы формы и бесформенного. То есть, оно начинает нас впускать в архетипическое, трансперсональное, в платоновские эйдесы и так далее. и у Гранина есть вещь под названием «Картина», где он описывает похожие вещи. То есть, какую бы форму мы ни взяли, еще у меня такое же примерно было ощущение, тоже девушки меня поймут, есть такая ювелирная контора «Карьера и Карьера». Знаете, да? И они делают очень трансперсональные такие текучие ювелирные вещи, там, дельфины и прочее. И вот, когда я смотрю на их лучшие произведения, я тоже начинаю чувствовать исчезновение границ, растворение. То есть, попадать «я, оно» можно не только в глаза другого человека, но и практически в любое совершенное произведение искусства или даже мастерства. То есть, в каком-то смысле одной из целей нашего существования является устранение вот этой дуальности между формой бесформенной, бытием, небытием и так далее. И почему люди носятся со словом «любовь», как дурень, списанный турбой? Потому что, на мой взгляд, они интуитивно чувствуют, что правильный вход в это состояние дает им именно вот это выход за предел дуальности. Это как некая гипотеза, которая, ну, для себя я ее проверил и готов согласиться, там, для какого-то количества людей, которые эту формулу приняли как руководство действия, тоже это работает. Можете попробовать прийти к каким-то своим результатам. теперь я хочу перевести эту формулу в практические алгоритмы, то есть, как туда входить и как там оставаться. Но перед этим, может быть, у вас есть вопросы, чтобы не все вопросы попали на коленцы. Скажите, пожалуйста, на основании чего вы сделали вывод, что все отношения в любви описываются вот этими четырьмя? Нет, вот я Володе уже отвечал, что это чисто эмпирический подход. То есть, меня не устраивало ни один язык, то есть, я не так много их встречал, хотя много смотрел, а вот это уже 20 лет меня устраивает, и если кто-то принесет мне исключение, то здесь как раз я работаю как культиматик. Есть гипотеза, есть проверка, пока исключений не встречал. Ну что, идем в алгоритмы? хорошо. Соответственно, приход в состояние любви описывается тремя дополняющими друг друга процессами. Значит, первый это уменьшение я-я, второй это уменьшение я-ето, и третий это балансировка я-ты и я-оно. И я пишу вам что я сам делаю для поддержания этого состояния и чего я учу там на тренингах в личном коучинге и так далее. Значит, что такое уменьшение я-я? Это работа с проекциями и в каком-то смысле это завершение детства и завершение подросткового, трудного подросткового периода. то есть здесь первое, что я прошу это выписать некий набор ожиданий по отношению к значимым людям. Кстати, последние пять лет слово ожидания резко повысило свой приоритет в тех трудностях, которые нам оно создаёт. то есть я считаю ожидания всё более и более опасны и тоже могу дать вам хорошую метафору работающую для ожиданий. Ожидания сначала помучаю немножко. Кто может быстро сказать различие желания от ожиданий? Желание я хочу, а ожидание я требую. Требую, но скорее как следствие. Если у меня есть ожидание, то я начинаю требовать. Но с какого хера я начинаю требовать. Я уверен, что я это получу. Вот тепло, уверенность. В ожидании появляется какая-то уверенность, которой нет желания. Боже, нормальный. И вот я описываю ожидание как паразитический контракт взрослого и ребёнка. Паразитический контракт взрослого и ребёнка. Что для того, чтобы желание превратилось в ожидание, взрослый должен будуна сказать ребёнку да, у тебя это получится. Не имея при этом никаких ресурсов для того, чтобы действительно у ребёнка это получило. Вот когда взрослый говорит, да, ты будешь космонавтом, а потом ребёнок начинает предъявлять претензии всему окружающему миру, но не своему недоделанному взрослому, который когда-то сказал, что да, ты будешь космонавтом. То есть желание ребёнка пластичное, и они быстро адаптируются, быстро меняются. А как только взрослый замораживает желание, и оно превращается в ожидание, то это некая скорлупа, и ребёнок начинает действительно настаивать, что у меня это должно быть. Похоже, узнаваемо? И очень важно эти паразитические контракты отследить, осознать, выписать, и сказать, прости, Машенька, я тебя 20 лет назад обманула, но не будешь ты космонавтом. Но не будет в твоей жизни принцип просто так. Для этого, дорогая Машенька, нужно скалывать, похудеть на 10 килограмм, а далее подпуск. Не будет принципа просто так. Ну, в принципе, работа с проекциями для вас должно быть известна, и многое сюда. Но я сюда ещё добавляю работу с иерархическим или ранговым инстинктом, то есть с понтами, с некими, то есть когда ребёнок и подросток вместе собираются, начинают требовать что-то от мира, тогда как бы эта вещь ещё более осложнена. Значит, с я это работать не так сложно. Нужно платить за использование. То есть здесь мы начинаем просто платить. Отсюда выписываем список манипуляций использований, и либо то, что мы пытаемся получить от друзей, родных и близких, начинаем платить психотерапевту, консультанту, мужу на час, там ещё, либо начинаем договариваться. Ты там час меня слушаешь, а я там завтра час сижу с твоим котом. как только вот это неосознанное использование переходит в осознанную договорённость, я это превращается в я ты. Понятно? Понимаешь? А можно, допустим, если ты понимаешь, что тебя используют, да, и ты на этом этапе просто прерываешь? Так нет, а если человек-то хороший, он может делать это? А, есть какие-то то есть тебе нужно тогда придумать, ну, например, просто вывести в осознание и предложить валюту, в которой ты это сам. То есть огромное количество нормальных, хороших отношений страдают от вот привычки получать что-то на халяву. Особенно у славян. То есть славяне просто чемпионы по халяве, вот, поэтому здесь сразу же начинаешь выводить это на договорённость. Ну, естественно, самое вкусное и интересное это баланс я ты или я ано. И это как газ и тормоз. Здесь тоже у меня есть хорошие вкусные метафоры, что личностный рост это тонкая тропинка между неврозом и психозом. Соответственно, невроз это я ты, а психоз это я оно. то есть невротическое сдвиг это когда у человека слишком много формы и не хватает бесформенного, а психотический сдвиг, когда у него всё там состояние потоки и при этом не хватает формы, действия, результата и так далее. Совсем уже такая вкусная физиологическая метафора, что человек идущий по этому балансу это как баланс запора и поноса. Запора и поноса. То есть соответственно невротический сдвиг это человек не может облегчиться, а психотический сдвиг это его несёт словесно, эмоционально и прочее. И в этом смысле личностный рост это умение пользоваться метафизическим анусом. Умение пользоваться метафизическим анусом. Если есть одна важная вещь, которую нужно знать о личностном росте, то умение внутренне переключаться от запора в понос и наоборот. Кстати, делается изменением телесного фокуса, что если ваше осознание выдвинуто вперёд, то вы в форме, вы в запоре. Если ваше осознание сдвинуто к спине и затылку, то вы в потоке в пространстве и так далее. Поэтому если нужно усилить я-ты, если нужно усилить я-ты, я-ты с другим человеком усиливается через совместные мечты, цели и план, то есть выстраивание некого будущего, любого. И для того, кто хочет проверить своего партнёра на обширность, попробуйте заговорить с ним о будущем. Значит, если человек спокойно говорит о планах и целях, когда мы будем рожать ребёнка, когда мы перекупим квартиру и так далее, значит, я-ты есть. Если человек пойдёт в ужас, и одной моей ученице, парень в этот момент, они уже три года вместе, типа, тебе что, плохо со мной? Попытка разговора о будущем, приводит к ужасу и к вопросу, тебе что, со мной плохо? И понятно, что это ни разу не отношение и не любовь, а простое связь, зависимость и путешествие в вечном сейчас. А вот в вечном сейчас по реке жизни можно плыть годами и ничего не изменить. Поэтому, если в ваших отношениях есть планы на будущее, цели на будущее, общие картинки будущего, это признак того, что я-ты есть. Если этого мало, просто начните планировать в большем количестве областей и на больший промежуток времени. Это лучший способ усилить я-ты в отношениях. Я-оно усиливается через тень. Агрессивность, сексуальность, безумие, грязь, обман, понты. Любые теневые приключения сразу же начинают разгонять кровь по жилам и сок в застоявшихся отношениях. Там, побить друг друга лимнем, секс на крыше, делать что-то там нестандартное, творческое, бросить друг друга тортом, обмазать друг друга грязью, и далее по бесконечному списку теневых приключений. За деталями Ере он периодически проводит. Я тоже иногда это делаю, но редко, к сожалению. И все меньше в Москве. То есть таким образом у нас появляются два рычага, которые позволяют нам вот этот баланс в любых отношениях держать, поддерживать, что как только потока много, будущего мало, ощущения безумия там много, раз сели, построили цели и планы, как только ощущение высыхания в отношениях, там, привычки, дня сурка появляющегося, раз, зачеркнули ведро тени, вылили себе на голову, сразу же все работают. Работает на практике и у меня и большого количества людей. Вопросы? ура, форма людьми найдена и теперь мы ее знаем. Что такое любовь? С чего начиналось? Я только что сказал слияние, ну то есть, смотрите, баланс слияния и соприкосновения. тогда улыбни и переживание это отлично от страха. Смотрите, значит, если нужен некий определитель, то это состояние. Это состояние, но состояний много. Я не люблю называть любовь словом чувства, то есть, я не рекомендую называть его словом чувства, потому что это чувство нечто другое. Любовь это все-таки достаточно сложно составное состояние. Да, в этой сложности оно потом уходит в нечто бесконечно простое, но только тогда, когда соберется вместе. То есть, это не одно какое-то чувство живущего. Это состояние, которое на рациональном уровне описывается через эти четыре. Ты переживаешь? Да, блядь. обновляем ваш англовый вызов. Итак, в левом полушарии это я, я это, я ты и так далее. В правом полушарии это метафора слияния соприкосновения. Если вы хотите что-то для себя определить, я всегда рекомендую такую комбинацию. Найти хорошую модель и дополнить ее хорошей метафорой. Это дает достаточно для того, чтобы потом идти в практику и по шагам реализовать это в реальной жизни. Я не совсем понял механизм, каким образом слишком густая тень не станет мраком и каким образом я через взаимоотношения я-ты смогу этого избегать. Значит, про те. Сладок только запретный плод. Поэтому все риски, связанные с тенью, они приходят от того, что человеку слишком много запрещают. И это, кстати, было в те самые 90-е годы, когда мы начали работать с ремнями с пощечинами на садомазотерапии. Там, ой, чему вы учите детей, а им понравится, они будут садомазосалоны каждый день ходить. Ничего подобного. Когда у нас реальная ситуация, как раз после того самого камерного введения на Володиной конференции, две 14-летние девицы отправились в Ладик в Крым, приехали с гордостью и сказали, что они устроили демонстрацию садомазотерапии на 300 подростков. И всем очень понравилось. Так вот, когда человек понимает, что работа с ремнем мало чем отличается от работы с веником в русской бане, у него не возникает соблазна, а что будет, если на ремень нацепить шипы, а что будет, если начать сжечь огнем и так далее. Можете проверить. То есть, как только мы убираем табуированность из какой-то темы, она вдруг оказывается очень простой. И в свое время я начал, кстати, к этому подходить, понимая то, что современная психотерапия и психология занимается разграблением могил. И Володина друзья и коллеги принимали в этом участие, потому что очень многое бралось из всяких древних техник и практик. Трансовых, медитационных и прочее. То, что сотни лет наука говорила это все опиум для народа, потом оказалось, что в этом опиуме есть огромный смысл. Но при этом одна огромная область не просто не была снята из табуирования, а табуирование становилось все более жестким. Это область связанная с насилием, с болью, монахи-флагелянты, всякие там протыкания щек в Таеванде и так далее, и так далее. То есть тысячи лет любая культура использовала дозированное причинение боли как способ личностного роста. тогда это духовное просто почему-то современные люди боятся этого как огня, в том числе и профессионалов. Когда я показал это в 96-м году на международном конференции Международного фонда дыхательных психотехник, мне на теоретическую часть пришло 30 человек, но практически осталось 15. мы провели прекрасные полтора часа работая с ремнями. На следующее утро я уехал в горы, это было в Австрии. Возвращаюсь, раздается стук в дверь, Джейм, мой знакомый реберфер из Лондона, говорит, ты знаешь, там уже три часа обсуждают твой воркшоп, и лучше бы ты пришел. То есть все, весь формат конференции полетел нафиг, и они реально, как вы думаете, кто больше всего кричал о том, что это там плохо и непрофессионально? Кто не был? Раз, и поборники света и любви, кармы, фигармы и прочего, два. Значит, в них, естественно, страх перед том, что можно взять ремень и дать себе самому по заднице, зашкаливал в потолок. Когда они договорились до цензуры, я говорю, ребята, нас здесь 120 человек, мы профессионалы. Если мы сами не можем пережить тему сада-маза в профессиональном кругу, то представьте, насколько она критично важна в современном обществе. У меня был еще такой опыт, тоже один из источников этой темы. В 90-е годы я каждую весну вел кусочек профессионального тренинга по ребюфингу в Вейнг. И после тренинга я отправлялся на Марии Хильферстрассе, покупал себе музыку, тогда не было еще интернета, скачивал всякие штуки и так далее. И там, на Марии Хильферстрассе есть огромный магазин Мирсекс. И я заходил внутрь, подходил к кабинкам для просмотра порно и пересчитывал количество каналов с адамазодинамикой, тематикой. Так вот, 128 каналов в таких кабинках, за 10 лет их число возросло с 3 до 30. То есть, в 10 раз в коллективном европейском бессознательном распухла тема, связанная с насилием. Ну и потом началось, что вот там стрельба в школах немотивирована и так далее. То есть, если у человека нет возможности интегрировать агрессию, то он начинает срываться на собаках, на кошках, на жене и так далее. Если у человека есть возможность интегрировать агрессию, то это становится для него одним из инструментов, не вызывая соблазна и привыкания. Не знаю ни одного человека, у кого бы это вызвало привыкание. Используется чисто как функциональный инструмент. Рекомендую. Еще последний вопрос. Последний, пожалуйста. Ксения. Получается, что вот это, чтобы поддерживать пользоваться этой формулой, чтобы поддерживать это состояние, необходимо все равно первоначально там сексуальная простройка, для того, чтобы чувствовать какие-то материальные там. Я, оно может быть... Нет, я вообще про... Давайте я четко это подчеркну. Что состояние любви можно испытать со своим начальником и партнером и партнером в бизнесе. При этом я, оно может возникнуть без всякого даже прикосновения к другому человеку. То есть попасть в я, оно можно через слово, через глаза, через шутки, там, прибаутки и так далее. То есть растворить границы можно на понятильном или эмоциональном уровне. Не, но я так понимаю, что это, я, оно это всего лишь как бы одно из состояния любви. Одно из аспектов. Из аспектов, да. То есть для того, чтобы нам поддержать это чувство постоянно, нам нужен цепетальный баланс, между темною. Вот смотрите, в личных отношениях мы скатываемся как туда, так и туда. Но если брать отношения там с родителями, с партнерами по бизнесу, то там «я, оно» сильно не хватает. И внедрение «я, оно» кстати, домашнее задание выпишите просто 10 значимых отношений и прокрутите их по этой формуле. Сначала диагностика, потом тренировочная программа на месяц. Когда вы можете войти в это состояние с любым человеком, не важно, какая стартовая точка. Ну, вопрос в том, что для того, чтобы как бы входить в эти состояния и четко видеть там границы другого человека и уметь отдавать самому, если ты ему должен, чтобы не было чувствовать понедленности. Необходимо все равно какие-то качества определенные человеку наработать. Уметь отдавать для этого. вот я и сказал. Зарабатывать деньги, к примеру, для того, чтобы... С деньгами не вижу все. Хорошо, подойдите потом в перерыве. в перерыве. Несколько последних слов. Значит, как со мной можно дружить? свобода.про это мой основной проект. То есть, Володя правильно сказал, что свобода одна из трех моих базовых ценностей вкупе с развитием и творчеством. И мой основной проект свобода.про. И прям конкретная вещь, которую можно сделать, кроме формулы любви, у меня есть еще формула творчества. Тоже меня всегда бесила вот эта фраза «нельзя гармонии алгебру, алгеброй гармонию поверить». И в свое время я доказал для себя тоже, что можно. Если кому-то интересна тема творчества, то 20-25 октября мы проводим редкий выездной тренинг под названием «Танец Брахма». И на этом тренинге мы шаг за шагом выстраиваем состояние уже не любви, а творчества, как туда входить и как оттуда не выходить так, чтобы каждый шаг вашей жизни был бы творческим актом и навсегда получить противоязие от дня сурка в жизни, чтобы никогда ваш предыдущий и последующий день не был похож на предыдущий. У нас всегда очень небольшая группа, 10-15 человек, три тренера. Если кому-то интересно, подходите ко мне в перерыве и я расскажу. Спасибо вам большое. Большое спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ